Приветствую вас, дорогие друзья! Мы продолжаем исследовать книгу Откровения и всему из начала и всему из завершения. И мы приближаемся к завершению. Сегодня у нас уже будет 17-18 глава книги Откровения. И мы будем говорить о миссии служения Церкви в последнее время. Мы будем говорить о тех, кто противостоит этому служению. Речь пойдет о Вавилоне и о той системе, которая все-таки противодействует Божьему делу. Сегодня с нами в студии Владимир и Аркадий. Здравствуйте! И они будут участвовать вместе с нами. И таким образом наше служение будет разнообразным. Приглашаем и вас к участию. Хорошо, сегодня мы будем исследовать 17 главу книги Откровения. И хотел бы, чтобы вы буквально прочитали несколько текстов уже с самого начала. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих». С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяние упивались живущие на земле. И повел меня в духе, в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Вот такое вот событие было показано Яну. И мы видим, что здесь было сказано, что она сидит на водах многих. Интересно, как это написано. Почему написано на водах многих? Ведь можно было написать, какая-то там бурная река, широкая река, глубокая река, там озеро Байкал у нас есть такое, да там, где много воды. А тут на водах многих. О чем это говорит? Ну, мы знаем о том, что библейские понятия, когда мы слышим или ведем разговор о воде, это народы. Если многие, это не то, что одна река. Допустим, многие говорят исследователи, что здесь можно сказать, что это река Ефрат, которая в Вавилоне. Но здесь, когда воды многие, это весь мир, который наполнен разными национальностями, разными людьми. Так вот, 15 стих этой же главы говорят. Говорит мне воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. Да, верно. Но почему здесь упоминается река Ефрат? Вот вы сейчас сказали. Потому что как для Вавилона Ефрат была рекой, которая водой снабжала жизнь, Жизнь бы это была. Так и здесь, образно говоря, вот Вавилон, он не мог жить без людей. Без людей. Система не может жить без поддержки этой. Они подпитывают друг друга. Да, они подпитывают друг друга. И вот здесь, в данном случае, когда мы наблюдаем, что она сидит на водах многих, давайте еще посмотрим, что здесь еще говорится. Здесь Иоанну показано, что будет совершен суд над вот великой блудницей. Я думаю, что мы чуть дальше коснемся характеристики блудницы. и поговорим, почему ее Слово Божие называет блудницей, и почему, как это возможно было творить блуд царями земными. Вот этот вопрос очень интересный. Цари земные и блуд. Вообще, кого символизирует жена в Библии обычно? Церковь. Библии обычно символизирует церковь. У нас есть в книге Откровения описание двух... Два образа. Два образа женщин. Да, и две церкви описываются. Одна церковь описывается истинной. Это у нас книга Откровения, 12 глава. Написано, даже ее внешность почему-то описывается. Даже во что она одета написана, правда? И здесь тоже очень важно написано, что тоже вот она сидит на этих водах. И дальше мы будем читать немножко об описании. Но вопрос у меня возникает, почему она блудная? И что это за блуд такое, если это не образ настоящей женщины, а церкви? Что это за блуд может быть в церкви? Те учения, которые не соответствуют божественному принципу. Я такой... Потому что как бы смешание религий, смешание понятий, все то вот это блуд. Блуд в Библии это грех. И вот это смешание, оно идет против Бога. А то оно как бы все вместе организовано идет против Бога. Вот эти все смешания. По-моему, исторически даже известный факт, что никто из властимущих не могли принять престол без благословения этой мощной религиозно-политической системы. Когда они становились частью этой религиозной системы, их могли выбрать, их могли назначить царями. Более того, они могли создавать семьи между двумя-тремя государствами. То есть они выстраивали. Если они не состояли в этой системе или не были частью римо-католической системы, то и престол им не светил. Поэтому в прямом смысле они... И им надо было вступить каким-то образом... Да, из-за каких-то политических целей они надо-не надо, верю-не верю, манипулировали. Объединяться должны были. Нужно было соответствовать по духу той власти, той силе, которая была в то время. Хорошо. И вот тут мы еще читали, что она сидела на звере багряном с семью головами и десятью рогами. И он весь был покрыт именами богохульными. Вам никого этот зверь не напоминает? Мы где-то уже встречались с ним. Ну да. 13 глава, 12 глава. Книга «Откровения» 12 и 13 главы. Мы читаем об этом звере. И опять же имена богохульные, да? Опять же головы, да? Головы – это как символ управления. А рога вот они символизировали государство. Мы читали об этом еще в Даниила немножко раньше. И написано, что имена богохульные. Мы тоже об этом говорили как-то и на прошлом, на позапрошлом занятии, что имена богохульные – это тогда, когда человек приписывает власть или присваивает себе власть, которую принадлежит только Богу. И он ее не имеет. Он ее не имеет. Он говорит, я Бог, я замещаю Бога, я имею право прощать грехи. То есть, когда Иисус просил грехи, народ возмутился и говорит, как ты прощаешь грехи, кроме одного Бога, кто может? То есть, люди на этой земле брали такое право. То есть, здесь мы видим, что речь идет как бы опять о том же звере. Вот вы замечаете, как книга «Откровения» построена, да? Напоминает, повторяет, закрепляет. И снова повторяет. И опять повторяет. Более того, есть еще один очень интересный такой факт. Она берет какую-то деталь, когда разобрали, она говорит, ну, чтобы вы поняли суть от этого, давайте посмотрим в более широком контексте. Посмотрели в более широком, она говорит, чтобы вы еще лучше выяснили, он еще. То есть, вот это вот несколько раз повторно. С кличного полета еще посмотреть, да? Еще раз, еще раз, да. Вы хотели сказать что-то? Повторение мать учения, хотел сказать. Хорошо. Давайте прочитаем немножко дальше. С какого? И жена обличена была в порфиру и в багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее было написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудница и мерзостям земным. Хорошо. Во что она была одета? Багреницу. Багреницу. Ну, чем плохой наряд багреница? Не знаю, мне лично красное платье почему-то всегда напоминает кровь. Мое личное впечатление. Ну, вы знаете, что это было символ, а символика была церковных священных служителей. Но есть интересный момент, что такое же одеяние еще кто-то одевал. Давайте прочитаем книгу пророка Иеремии, 4 глава, 30 текст. Здесь, я прошу прощения, не перфир, а пурпур. Да, но вы знаете, это пурпур, он такой, знаете, темный, темный, пурпурный цвет. Вот такой вот, именно вишневый, как темно-вишневый цвет. Вот такой вот он. Мы сегодня видим вот такой вот цвет одежды. Такой цвет одежды. И дальше написано, ты себя одеваешь в золото, и ты красками красишь глаза. Друзья мои, я хотел бы сегодня сказать, что, вы знаете, не наша эта одежда. Одежда улицы красных фонарей. Не наша эта одежда, понимаете? Это не библейский принцип. Когда мы собираемся в церкви и на себя надеваем все это, знаете, это что-то напоминает именно книгу Откровения, вот эти все описания, книгу пророка Иеремия. Мне кажется, что мы сегодня должны говорить более конкретно об этом и не подражать этому миру именно вот в том, что сегодня мы видим происходит. Поэтому Слово Божье, оно не зря описывает одежду. Посмотрите, во что она одета. И говорит, женщина в 12 главе Откровения, она одета весом, чистый, светлый. Можно маленькая деталь, такая здесь Веремия. Посмотрите, напрасно украшаешь себя, призрели тебя любовники. То есть она это одевает для того, чтобы привлечь чье-то внимание. Именно это, именно это. Посмотрите, облачение блудницы также имитирует одежду и первосвященника в Ветхом Завете, которая имела пурпурный цвет. И голубой, червленый и золотого цвета также. А блудница, изображенная, облаченная порфиру, и также украшенная золотом драгоценными камнями в древности с помощью такого убранства, она усиливала свою обольстительность. Мы знаем о том, что сатана всегда пытается смешать добро с плохим. Хорошее и плохое. Чтобы человек потерялся, где вон это. И очень близко к правде. Да, оно очень близко к правде. Мы, как говорим, золотая серединка, но очень часто ее нет, этой середины. И дальше эта женщина, она что-то держала в руке своей. Золотую чашу, да? Наполненную. Но, в принципе, золотая чаша тоже нормально. И она тоже в храме есть. Потому что в храме золотая чаша была. Вы помните, когда... Намуходоносор. Да. Когда они взяли вот эти сосуды из храма и начали... Пить вино. Это было кощунство, конечно. Но это были божьи сосуды. Она не была предназначена для этого. А здесь то же самое. Внешняя. Внешняя картинка. Внешняя чаша. А внутри совсем не было. А чем она наполнена? Это было чашами. А внутри она наполнена мерзостями. Понимаете? Полностью как бы имитация. Как бы имитация правды. И поэтому сегодня мы приглашаемся к разбору Божьего слова, чтобы понимать, чтобы как раз не испить чего-то ложного и так далее. Я не хочу сказать, что давайте мы самые правильные слушать у нас, мы скажем, как жить надо. Давайте вместе рассуждать. Давайте смотреть, чему учить Слово Божье. И может быть то, что не открыто сегодня, может откроется завтра. Понимаете? Более понятно и ясно. Но здесь довольно-таки ясно написано, что все-таки здесь полная как бы имитация идет Божьего служения, Божьей церкви. Но все подменено. Понимаете? И вот здесь написано, что она также была, вот в этой чаше у нее были, она, вино было у нее, да, какое-то вот? Наполнено мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Мы же говорили, что такое блуд. Это грех, это неправда. Это грех, это блуд, это никем никогда не приветствовалось. И вот написано, что люди, когда пили оттуда, они пьянели. Мы как-то размышляли о том, что пьянеть можно физически, буквально, когда вино выпьешь. И можно также быть опьяненным каким-то учением. Можно быть опьяненным любовью. И стать фанатиком. Можно быть опьяненным, допустим, задурманенным какими-то там, скажем, играми или еще чем-то. То есть разум затуманить можно любым. В данном случае речь не идет о буквальном вине. В данном случае речь идет о том, что люди одурманены ложным учением. Потому что так все близко. И что меня, в общем, удивляет, что многие люди, которые пытаются, как бы, говорить или сказать о каких-то гадалках или ворожеях, они говорят, они молитву перед этим читают. У них Евангелие есть. Иконы стоят. Работать в разрыве от этого, понимаешь, что так больше все-таки статус повышается. И люди, которые не разбираются, они говорят, вы знаете, там тоже читают Библию. На днях, просто к слову, увидел ролик. Бабулечка приходит в магазин покупать телевизор. И обращается к продавцу. Сколько стоит? Он называет цену. И говорит, а я сейчас проверю, хороший телевизор или нет. Достает крест большой на цепочке. Совершила молитву отчина. Прямо процитировала в Священописании. И говорит, крест, вот ты животворный. И правду несущий. Вот если ты будешь раскачиваться, значит телевизор плохой. А если будешь висеть ровно, значит телевизор хороший. Чему? Вроде благие методы. А мне уже интересно, что дальше было. А крест как уровень, он, наверное, висел не... Нет, два телевизора проверил. На одном качался, на другом висел ровно. Я не знаю, может, она добавила. Почему я спрашиваю? Оказывается, видите, даже вот вроде бы и правда сработала. То есть хочется домой прийти проверить. Просто к чему, сатана использует в умах людей, он смешал вот это вот все. И казалось бы, образы христианские, а методы сатанинские. Поэтому вот... Знаете, и надпись вот на... Надпись была тоже, да, написана? Не на Богохульне, да. И на челе ее написано имя тайна, вывела великие, мать блудницам и мерзость земным. Вы знаете, что на одежде священника тоже было написано? Святыня Господня. То есть как все скопировано? Люди не исследуют. Люди вообще очень ленивые сегодня. Очень ленивые. Люди не берут Библию в руки, люди не читают. Легче что-то где-то прослушать и комментарии кого-то уже послушать. Почему? Потому что у самого нет времени. Очень занятые, работа, все-все-все. Ну, как бы оправдание такое. Но если бы человек сам исследовал, он, конечно, бы увидел намного больше. Давайте дальше прочитаем. Кто почитает. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься, и я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющую семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Ну, тут мы, как бы, такие две части большие прочитали. Я бы остановился сейчас на первой части, где написано, что жена была упоена кровью святых. Обратите внимание, что здесь, конечно, затрогается период и средневековья тоже. Почему? Потому что, вы знаете, с 538 года по 1798 год, это на протяжении 1260 лет, это было очень сильное гонение, это инквизиция и все остальное было воззвинуто на верующих. И я думаю, что и сегодня люди страдают и умирают тоже по причине где-то очень серьезных преступлений. Нам не нужно забывать, что сегодня пророчество не то, что только в прошлом имеет исполнение, оно и сегодня исполняется тоже, и мы тоже можем быть обмануты этим же. И, к сожалению, Иоанн удивился. Я удивился удивлением великим, он говорит, ну, как такое может быть? Церковь, и она упоена кровью святых. Очень благородно было со стороны руководителей ПАП, что они признали это и сказали, что да, мы сознаем ошибку наших предшественников. Я помню, нас как-то собирали в Киеве перед Рождеством, 2000-летие Рождества Христова, и в преддверии этого большого такого события встречались, мы обсуждали, как это все проходить, проводить. И вот в то время как раз Иоанн Пау, второй еще жил, он как бы попросил прощения у всего протестантского мира за то, что было. Это действительно соответствует пророчеству системе Рима, которая в то время действовала. Но очень мне понравилось, что все-таки человек нашел смелость сказать, простите, это была наша ошибка. Это немногие способны на это. Ну, к сожалению, люди меняются, другой уже этого не просит и где-то повторяет нечто подобное. Но сегодня я хочу сказать, что пророчество нам указывает это на, когда мы говорим, а кто такое зверь, а что такое, нам четко указывает на систему римского правления. Знаете, интересная деталь еще здесь в этой главе есть. Ну, во-первых, это система, мы о ней читали более подробно в 12 главе, в книге Даниила, все эти периоды, все. Что мне бросилось в глаза? Посмотрите, третий стих. «И увидел жену, сидящую на звере багряном». Зверь, вообще его характеристики, когда мы исследуем исторически, это зверь с большой буквы «зверь». А жена что, сидит? Вернее, что делать? Сидит. Казалось бы, сесть на зверя, женщине, красиво украшенной, это просто образ показывает, что между ними очень тесная связь. Доверие. Доверие. Потому что просто так на зверя не сядешь. Да, мы еще, мы, конечно, еще немножко поговорим об этом. Все-таки вот этот союз жены и зверя. Ведь если мы говорим о звере, то мы говорим даже о его характеристиках. О том, что все-таки он так действовал, он убивал, он то делал, он там, скажем, принуждал, он огонь с неба сводил, он там чудеса творил, он все, кто там сопротивлялся, они были уничтожены. И в данном случае жена, как церковь, она становится над зверем. О чем это говорит? Она влияет на политику. Сегодня, к сожалению, государства стали зависимы от церкви. Хотя мы знаем, что церковь отдельна от государства, да, и об этом говорят и на Западе, и на Востоке, и везде абсолютно говорят об этом. Но, тем не менее, к сожалению, это не так. К сожалению, очень многие люди, они видят, что церковь, она не отдельна от государства. И государство, оно очень сильно влияет на это. И об этом у нас есть пророчество, вот в этой главе, что жена сидит на звере, это означает церковь, она руководит и управляет этой системой. Интересно, седьмой стих, да, добавляет, я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее. То есть, зверь ее носит, да. Опять-таки, доказательство того, что она управляет, он делает то, что она хочет. Об этом очень, да, ясно написано. Давайте немножко прочитаем, повторим еще эти тексты. Что зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет погибель, и удивятся те и живущих на земле, именно которых не вписаны в книгу жизни, от начала мира, мира видя, что зверь был и нет его, и явится. А это что такое? Во-первых, подчеркивается, опять, исторический факт, он был, получил рану. Потом его не было. Да, не стало его, и явился опять, рана исцелела. То есть, это тот же самый образ. А вот интересно добавляется, что люди, которые шли за ним, удивились, видя, что имена их не вписаны в книгу жизни. То есть, они ревностно шли, что они... Оказывается, оказывается, что их убеждали, что ваши имена уже записаны. Да. Они искренне ревностно служили? Искренне. Интульгенцию-то покупали? Ну, понятно. Вы знаете, я сегодня никак не могу судить ни одного человека, не имея на это право, и вообще никогда в жизни этого не делаю. Я могу только, как бы, сказать, что, вы знаете, я вижу, что это путь не Божий. Если я вижу, я это скажу. Что Библия говорит по-другому. И люди сегодня, как правило, зачастую очень доверчивые, очень доверчивые, тем более, если речь идет о священнослужителях, очень доверяют люди. Почему? Потому что священнослужители предстают в образе, как Бог. Ну, имеется в виду, обожествляют. Да, да, да. Не все этого вообще делать нельзя никогда, но не все этого достоины. И в данном случае люди настолько были обмануты, настолько все так преподавалось правильно, что нам откровение книг говорит, они разочаровались. Но когда человек узнает, что он не вписан в книгу жизни? Как он это может узнать? Вы понимаете, человек не может это узнать, пока не начинает изливаться последняя язва. И оказывается, они начинают замечать, слушайте, а кто-то другой не страдает. А кто-то другой не страдает. Потому что мы говорим, что народ Божий по книге Откровения до последних язв он будет на земле еще. При последних язвах он будет вознесен. А сейчас он еще на земле. И люди все это видят, что, слушайте, есть группа людей, у которых это на них не распространяется. Есть группа людей, у которых в доме свет. А у всех тьма. Есть группа людей, у которых нет наростов, нет болезней. Я привожу пример из Египта. Ну да, да. Помните, да? Такая большая разница. Там жабы, а у этих все хорошо. Оказывается, есть. И люди тут, знаете, как будто бы трезвеют. Ну вот в молодежной группе обсуждали тоже книгу Данила, книга Откровения, вернее. И один из ребят задает вопрос. Ну почему Бог так завуалированно, зашифрованно все вот так вот преподнес? Вот как это все донести людям? Почему он не назвал имена своими? Да, да, да. Вот это четко, конкретно. Это конкретно. Я говорю, так и в самом начале, в Ведемском саду мы не видим. Он, Бог не говорит, вот ошибка ваша, если вы пойдете за сатаной. Он поставил образ тоже, плод. То есть человек должен был додумать. Вот то же самое здесь. Бог открывает все, но нужно подумать. Не зря он здесь говорит, здесь ум. Ты должен посвятить этому энное время. Молиться, думать, размышлять. И Дух Святой откроет тебе. Для этого ты не один на планете. Уже люди были, которые читали до тебя. Встань, пообщайся, помолись, порассуждай. И Бог откроет тебе. Не то, что взялась. То есть Бог хочет, чтобы ты уединился, чтобы ты начал исследовать, читать. И Бог откроет. Это же притча Христа, да? Жемчужник, который был найден в земле. Так нужно было копать, нужно было что-то сделать, чтобы достать ее оттуда. Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был, и которого нет, есть восьмой, из числа семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные и верные. Ну вот, какой можно дать ясный, четкий, исчерпывающий комментарий на эти тексты? Мы, начиная с девятого стиха, говорим, что это семь гор. Мы знаем о том, что город Рим расположен на семи холмах. Кто-то сравнивает о том, что Кишинев тоже на семи холмах, но Кишинева до Рима это очень далеко. Мы еще можем найти еще ряд таких городов. Да, да. Давайте мы так скажем, одна из версий. Одна из версий. Одна из версий. Многие так говорят, исследователи Библии, о том, что здесь имеется в виду городе Рим, который был расположен. Может быть, даже не версий, а один из признаков. Он совпал и с Кишиневым, и с Римом, но там дальше есть другие признаки, которые не относятся к Кишиневым. Да, греческое слово «орой» оно символизирует холм. Оно обозначает холм. И там как раз оно используется. На семи холмах. То есть оно как бы подходит. Но я бы хотел, знаете, все-таки посмотреть, что оно, как версия, имеет право на жизнь. Но давайте мы ставить точку, не будем. Не, не будем. Вот если взять буквально десятый из их, мы читаем о семи царях. Пять, которых пали. Если здесь в Данииле есть о четырех царствах, но мы еще добавляем сюда Египет, потому что с Египта это все начиналось. Пять царств, которые были, которые пали. Одно есть. Иоанн пишет это во времена Римской империи. Да, но есть как Римская империя, да. Узником, которым он был. И другая, которая еще не пришла власть. А какая это власть? А это власть, друзья мои, морского зверя. Этого тринадцатого, который из воды выходит. Она тогда еще не пришла, эта власть. Вот они описывают, что это вот власть вот этого зверя морского, папска, которая на то время, еще тогда она не имела такой большой власти. Зарождалась только. Зарождалась. То есть еще раз мы считаем, Египет, Осирия, Вавилон, Медоперсия, Греция. Пять прошли уже. Потом Рим, который сейчас есть. А Рима католическая, которая еще грядет, ее еще не было. Иоанн ее не видел. Рим был, когда Иоанн писал вот это откровение. Это был Рим, языческий Рим. Это был шестой. Шестой. А седьмой еще не пришел. А седьмой это тот, который... Будет в последнее время действовать, да. А тот, который уже действует, скажем так, в последнее время. И в полный будет действовать еще в заключительной истории человечества, да. И дальше здесь написано, что Иоанн, он видит, что зверь был багряный. Это что за багряный зверь такой? Та же параллель. Это та же параллель. Это та же одежда. Это, скажем так, это вот восьмая сила. Это восьмая сила, хотя она выходит из числа семи. То есть, ничего нового не добавляется. То есть, речь идет о той же самой силе, о той же самой системе последнего времени. Подпункт. Подпункт такой, да. Просто смотрите, что выходит. Рим действительно, он как-то, скажем так, менял свою тактику. Да он и начинался с языческого. Потом он стал, скажем так, религиозным. Он менял тактику преследования, потом менял тактику на доброго, скажем так, папу. Или отца такого, который по-хорошему. И последнее время опять будет править вот именно вот с особой силой. Да, и там еще мы читали с 12 по 15 текста. Почитайте еще раз. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с ангцем, и агнец победит их, ибо он есть Господь, господствующий их, и царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. А это что за десять царей, которые, образно говоря, все договорились между собой, чтобы отдать всю власть зверю? Где вообще такое было? Где такое было? Чтобы десять не подавили одного. Нет, даже нет, нет, мой вопрос в другом. Где такое было, чтобы так легко люди прощались с властью? Вот я же говорю, девять царей сложились на полномочий, чтобы один прозвал. А что он там написано, ему угрожал? Они добровольно это сделали. Понимаете, сегодня люди отрывают, даже в государстве делят на части кусочек, оторвать, чтобы еще как-то больше свое расширить. Царек, да, маленький. А здесь вот все десять царей, понимаем, что раз царь, значит, царство. И он так легко соглашается отдать это все одному. Я думаю, что здесь не физические царства. Я думаю, что здесь просто такие символические описанные, это как бы религиозные течения, вот эти все политические. А если мы вернемся в книгу Даниила, мы понимаем, что там были десять царей, и один из них разросся больше стал, и исторг с корнем три других. Мне кажется, это самый параллель, когда эти стали поменьше и доверились одному. Это одна из версий. Да, одна из версий. Уже две у нас есть. Уже две. Еще вопрос. Ну, вы знаете, когда они видят, что они очень нуждаются в религии, потому что все говорят об этом, что без Бога никак. И он говорит, ну давайте тогда, вот я и красивляюсь тем, которые будут молиться за вас, вдохновлять и действовать. И люди вот таким вот, ну мы не говорим, что это все люди, мы говорим, что это цари, а в царстве есть люди. И опять же начнутся вот эти проблемы, когда остаток Божий всегда будет переживать эти сложные моменты, когда люди где-то договариваются об этом. Я бы сказал, что это такой политический союз, который возникнет в конце времени для того, чтобы объединиться вместе и пойти против народа Божьего. И еще давайте мы прочитаем 14 текст. Вот эти все объединения, они происходят именно на, скажем так, религиозно-политическом поле и объединяются в борьбу с Агнесом. Но вы же сами понимаете, что это как раз, наверное, вот это и есть тот Армагеддон, образно говоря, последний, да, который завершается. Но опять же не с оружием в руках, а вот именно вот эти моменты, когда борьба с Агнесом. Ну как с Агнесом можно бороться, понятно, да? То есть это восстает против Божьего народа, восстает против самого Бога, берут власть Бога на себя. Друзья, мы живем в очень интересное время. Это все отчасти уже происходит на наших глазах. Когда мы смотрим, как все оно заполняется и как сегодня высоко приветствуется одно имя в государстве, в мире вообще-то, да. Как бы нам хотелось, чтобы мы все-таки понимали, что Господь Бог однажды произведет великий суд. И окончится абсолютно все. Окончится все, потому что вот 16 текст и дальше, что там пишет у нас. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, с большой буквы, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божьи. Интересно. Это почему так происходит, такой резкий поворот. Те десять, которые так все, скажем, слаженно действовали, теперь договариваются... Добровольно отдали, да. Добровольно, а теперь договариваются восстать против блудницы, да. Мы уже немножко этот вопрос уже затронули о том, что они не увидят, когда начнутся последние вот эти язвы, как вы уже говорили, они не увидят своей защиты, защищенности, да, они не увидят своей защищенности от тех трудностей, которые есть. Слово Божье еще говорит о том, что вот этот суд, который будет совершаться, вот это сжигание плоти, написано, да, сожгли вот это сжиганием плоти. Обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Да, это тоже понятно все символически, потому что там написано, любовники ее разочаровались. Они уже, Иеремия 4.30 мы читали, да, они, вот ты хоть одеваешься для них, ты хоть там мажешь глаза, ты хоть все, что ты хочешь делай, а написано, они уже тебе не заинтересованы, они в плоти твоей, в плоти твоей заинтересованы. Вы помните, мы читали, да, в плоти твоей, и здесь написано, они разорвут ее на части, образно говоря, плоть, да, то есть о чем говорит? Это говорит о том, что конец приходит к этой системе. Помните, да, написано, что высохла река Ефрат, да, и не стало, и все разочаровались. Почему? Потому что нет больше поддержки. И то есть книга «Откровение» так вот сводит все, знаете, вот прямо в одно и показывает, что, друзья мои, истории приходит конец. И мы живем как раз в это время. Да, когда есть приток, река полноводная, притоков не стало, и река высохла, да, тоже образ есть. Да, и тогда жизнь прекращается, потому что все вянет, все умирает, и нет поддержки, нет финансирования, нет одобрения. Вы смотрите, в 18-м стихе Библия подтверждает это слово Божье. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над землями царями». Ну да. Если написано в Слове Божьем, есть этот город, если есть эта блудница, если есть дочери блудные, да, если это все есть, так кто же она? Вы понимаете? Нормальный, закономерный вопрос возникает абсолютно у каждого человека, который читает Слово Божье. И слава Богу, что у нас была возможность сегодня поговорить, и мы выяснили, кто это. И мы говорили, как будет действовать. И мы говорили о том, я еще раз хочу сказать, нам не все открыто. Мы не можем расшифровать семь гор, семь того, семь того, выйдут небо. Я слышал комментарии разные. Люди до того документировались, что когда еще папа Иоанн II был живой, они говорили, это точно он, ему недолго быть. И все, и после него наступит конец. Люди читали эти книги с жаждой, и уже все ожидали. Все прошло, стал другой папа, после него уже еще один сменился. Я не знаю, ли этот человек, который писал, живет или умер сейчас, эту книгу, но по крайней мере, ему, наверное, должно стать ясно, что нельзя эти вещи делать. И стыдно, и разочаровалось. И людей разочаровал. То есть мы не должны этого делать. То, что открыто нам, мы должны говорить, если что-то закрыто, пожалуйста, не нужно умничать. Да, я помню, один уже ушел из жизни этот проповедник. Он говорил, у меня есть очень много интересных идей. А три дня, три ночи, и там еще какие-то. Но, говорит, мы никогда не должны приписывать наши размышления, наши взгляды или то, что нам кажется, Слову Божьему. Если Слово Божье говорит вот так конкретно, я должен процитировать Библию. А если это только мне кажется, ну, я могу где-нибудь в куларном между собой сказать, ты знаешь, мне кажется, что вот это вот так. Мне кажется. Но ни в коем случае не приписывать Библии свою точку зрения. Мне кажется, мы должны разобраться сначала в том, что нам ясно видно. Ну да. Если нам ясно видно, не кради, не прерабодейся, не бивай полный день субботний, давайте будем это четко и ясно выполнять. Хотя из того, что ясно написано, люди тоже говорят, не совсем уж тут и ясно, потому что ему это не подходит. То есть, я думаю, нужно быть предельно честными для того, чтобы говорить, что мы понимаем и чего мы не можем понять, потому что Библия нам не открыла. Друзья, на этом подошла к концу наш разбор вот этого библейской истины. Вы заметили, что мы пытались донести абсолютно все понятные, знакомые тексты, поразмышлять вместе с вами. И мы пришли к выводу, что все-таки эта власть, она действовала, она действует и будет еще больше действовать в последнее время. Поэтому Господь Бог, Агнец, Он одержал победу, и мы вместе с Ним. И если мы с Ним, значит мы также одержим победу. Пусть Господь благословит нас быть открытыми и честными. Всего доброго. Иисус мой родной причал, и в сердце печали нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok